Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Почему-то так вот устроено, я не знаю, раньше, конечно, такого не было, но сейчас все мы очень влюблены в фастфуды. Не буду называть фирмы, вот просто я раньше очень часто ездила, долго была в дороге, и вот хочется перекусить, и смотришь, эти заведения, и там стоят тысячные очереди. Просто вот так вот люди идут. Хотя ничего хорошего вроде бы нету, да? Вот так точно и я. Я очень люблю фастфуд, очень люблю. А больше всего я люблю куриные крылья, панированные, вот такие острые-острые. Вы поняли, о чем я говорю, но я фирму называть сейчас вот не буду. И смотрю, Виталик приготовил, смотрю, все готовят, смотрю, все об этом говорят. Я думаю, наверное, я приготовлю. И я приготовлю, потому что я очень люблю это блюдо. О чем идет речь? Да вот о чем, мои хорошие, вот это блюдо, вот оно, смотрите. Просто там подается вот таких бумажных этих, а я сделала просто красивую, такую более, сейчас я вам свет немножко наведу, вот видите. Вот более такая красивая подача. И эти же крылья фастфудовские превращаются в красивое блюдо, но суть-то все равно, суть-то все равно фастфуд, фастфуд, но вкусный. Это крылья, и мы их сейчас попробуем. Конечно, я уже вижу, что у меня не такая панировка, как в этом фастфуде, но все равно я думаю, что это будет вкусно. Еще очень многие блогеры показывают, как это готовится, но не показывают в середине. Самое страшное приготовление в этом блюде, это быстро кипит фритюр, сверху образуется румяная корочка, вроде бы готова, достаешь, а внутри сыроватая. Это негодится, потому что если розовое мясо у кости, это блюдо недоготовленное. Посмотрим, что приготовила сегодня я. Как я готовила? Очень просто. Сейчас посмотрите видео и в конце попробуем. Я еще не пробовала, так что буду пробовать вместе с вами. Все, угощайтесь, мои хорошие, смотрите и готовьте. Конечно же, готовьте, всегда готовьте, потому что так посмотреть, сказать, это тяжело, я не сделаю, нельзя так делать. Нужно приготовить, постараться, а потом сказать, стоит ли не стоит. Смотрите видео. Прежде всего, для приготовления этого блюда нам необходимы крылья. Третью фалангу я отрезаю. Я помыла и просушила. Это вы можете, слышите, он уже разговаривает, дружок, куда вы можете. Это вы можете отдавать животным. Здесь мягень. Да-да, мартыша, про тебя, про тебя, про молка, подожди. Можете на этих фалангах готовить. Куда ты уже пришел? Блюда, это бульон. Ну, я не готовлю бульон, потому что у меня есть кому это отдавать. Мартын и мелкососедские животные. Они это любят. Мартыша, на, еды, на, 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 контролируешь. Правильно написали. Мартын не попрошайничает, он контролирует. Ну да, контролирует, это точно. Я сейчас замариную. Это рецепт, я уже вам говорила, Виталика Барылка, он сделал эти крылья, прислал мне фотографию. Ну, еще не выставлял видео и прислал фотографию. Я говорю, все, Виталя, собираю чемодан и еду к тебе. А потом она говорит, так я еще не выставлю. Кажу, а, ну все, спасибо, значит уже не еду. И мне понравилось, очень понравилось. Я хочу попробовать сделать, ну чуть-чуть свое внесу. Ну, вы знаете, как говорится, я не я буду есть, я что-то свое не добавлю. Но, шо уже зим? Ой, Мартыша, Мартыша. Ой, Мартыша, Мартыша. А шо ж милки я понесу? Шо, ничего, да? Вы представляете, все пожрал уже. На. На. На, страдалец. Ох, страдалец вообще. Так, крылья готовы. То есть мы порезали, у нас получается эта часть. И получается вот эта часть двумя косточками. Все, это пока в сторону. Ну, Витаська мариновал, брал муку, брал эту и мариновал вот в этой сухой, сухих ингредиентах. Я хочу сделать немножко по-другому. Вот я возьму, так, по стаканчику, да, по миллилитрам будем брать. 100 миллилитров где-то водички, хотя можно взять соевого соуса, ладно, пусть водичка будет. Добавим и соевого, всего добавим. Единственное, что я не смогла найти в магазине, у нас тут паприку. Три столовые ложки соевого соуса. Очень хорошо сюда, если перец чили свежий. Но я возьму этот вот такой ядреный, ядреный. Я люблю горькое, поэтому я перца даю побольше. Так, сюда добавляем, так, сейчас одну секундочку. Сюда нужна куркума. Но куркумы в магазине нету, у меня только есть карри. Но я взяла вот такую, смотрите, приправу до курки. Потому что в этом магазине ничего не было. Сейчас я посмотрю, что здесь есть. Имбирь есть сухой? Нету. А что у вас есть? Ничего нету. Вот такой магазин, ну, со специями. У нас только приправки. Ну, пахнет ничего, я вам скажу. Здесь, наверное, все есть. Так, давайте чайную ложку сюда забабашем. Сколько тут его? Давайте все высыпем. Тут две чайные ложки, господи, я вас манаю. Сейчас я вам прочитаю, что здесь входит в состав. Одну секундочку. Так. Так, так, так. Силь, кухонная, силь морская. Ну, главное, что силь, это понятно. Куркума, мелана, паприка, мелана, цебуля, рибчастая, сушеная мелана, чеснок сушеный меланы, кориандр меланы, карри, перечерный меланы, перечервоный меланы, имбирь меланы. То есть здесь это все есть уже. Но в каком количестве, конечно, сейчас мы посмотрим. У меня есть где-то свежий кусочек имбиря, по крайней мере, был когда-то. Где он сейчас, не знаю. Так, сейчас это все размешиваем. Не, чувствуется все. Вот надо было немножко меньше сольного соуса, потому что я не знала, что здесь у нас есть соль в приправе. Ну, так они соль продают, понятно. И давайте пару ложечек растительного масла, можете оливковое, можете ореховое, какое хотите. То есть если вы будете использовать уже готовую приправу до курки, такая вот есть, здесь хорошие все специи, то не солите, вернее не давляйте соевый соус, потому что очень будет соленое. Так, вот мы расколотили это все и сюда отправляем что-то еще найдем, еще добавим сюда. Я имею ввиду специи. Так, и вот так хорошенечко. Эй, господи. Точно, что хорошенечко, что прям аж выскочило на стол. Если у вас есть такое наподобие кетчупа острого, извините, пожалуйста, острого, можете добавить. Ай, какая красота. Какая красота. А, а где же перец черный, надо еще добавить перца черного, конечно. Как это там, в коробочке там мало. Ой, что у меня уже заканчивали? Ой, ну это же говорю не к тому, что некоторые пишут. О, мы поняли, вам нужно слать перец. А зачем у меня есть? А, тут все нету. У меня есть перец. Вот такая красота. Все. Сейчас натяну пленочкой. Я вам скажу, что можно добавить чуть-чуть сахарка. Я люблю сахарок в этом блюде. Немного. Вот опять-таки на глаз потом как все это составлять. Две чайные ложки. Давайте еще карри добавим. Куркумы нету. Добавим карри. Это же курка. Вот так. Лучше, конечно, так вот рассыпчатые специи. Они намного ароматнее, намного вкуснее. Такое, грязное, конечно. Все. И оставим вот так вот крылышки хотя бы на часок. Пусть они немножко у нас промаринуются. Все. Не переживайте, соленой не будет. Это оно же питает в себя. Теперь я беру пленку и затягиваю пленочкой, чтобы ничего сюда не попало. Вот так. Вот так. Пусть стоит. Тоже это очень хорошо, если вы приготовите с вечера. И вот в этом маринаде курица постоит в ночь. Это не помешает. Это наоборот будет лучше. Все равно же вы же с вечера уже планируете, чем вы будете кормить свою семью. Завтра, там на завтрак, на обед. Но это фастфуд. Конечно, это не очень полезно. Но вы же не будете кушать это каждый, каждый день. Нет. Если вы раз в месяц это приготовите, то все будет нормально. Все, мои хорошие. Ну, по мне, конечно, тут надо перчика еще немножко добавить острого. Ну, мы это сделаем все позже. Оставляем хотя бы на час эти крылья. Пусть они отдыхают. Продолжаем. Курица маринуется. А мы с вами сейчас будем готовить сухую панировку. То есть, которой будем обволакивать крылья уже перед самой жаркой. Возьму 4 ложки муки. 2, 3, 4. 4. И крахмала 2. Сейчас, одну секундочку. Извините, не подготовила. Крахмал для хрусткости у нас будет. Так, перемешиваем это хорошенечко. И сюда вот сейчас мы добавим еще. Так, красный перец у меня. Сейчас, одну секундочку. Вот он. Ну, это не паприка, это острый. У меня нет такого, но я люблю острый крылья. Это чайная ложка. Все, последний высыпала. Ну, они очень острые, мои хорошие. Так, это перемешиваем. И сюда добавляем овсяные хлопья. Это вообще делает вот такая панировка, больше ничего не добавляется. Но я хочу добавить еще и овсяные хлопья, вот две ложки. Две крахмала и две хлопья. Хватит. У меня, я вам уже говорила, или турецкие, или такие беру, они не очень крупные. Видите, они раздавленные. Мелкая порода, они раздавленные. Потому что если возьмете вот эти крупные, такие грубые, то они будут висеть не очень красиво на самом вашем крылышке. Вот такая прекрасная панировочка. Видите, тут прямо и не видно овсянки. Овсянки очень мало. Хочу проэкспериментировать. Или не стоит, как вы думаете? Я как-то уже пробовала готовить эти, кукурузные, нет, пластельцы я сюда добавляла, то ничего. А с овсянкой еще ни разу не делала. Такой, давайте еще, давайте 4 ложки. 4 муки, 4... Вот так, пусть будет побольше. Хлопьевать их хочется. 4, 4, 2. Так, перца, конечно, маловатенько. Прямо даже он в ней ничего и не закрасил. О, так смотрите. Вы посмотрите на эту алу. Что это написано? Паприка. Ой, елки-палки. Вот специи этих в этом корытке не знаю сколько и забываю. Так мы живем. Сейчас мы добавим паприки этой. Вот так, чтобы цвет поменялось. Паприка ничего, паприка она мне, горьким не сделает. Ну, вы видели, я добавила сюда чайную ложку горького перца. Потому что я хочу, чтобы было горькенькое. Я люблю горькенькие эти крылышки. Так, паприка у нас есть. Отлично. И сюда еще немножко добавлю сейчас карри. Куркума. Отлично, нету куркумы. Здесь специи, какие хотите, можете делать. Так, все. Сухие ингредиенты готовы. Вот с этих специй ничего не может. Можете добавить сюда кориандр. Очень-очень хорошо вкус дает. Но мы пользовались с вами специальной приправой для курицы. Поэтому на этом и остановимся. Так, что у нас здесь? Хорошо промариновалось. У меня они, ах, как пахнут, стояли часика четыре. Это вам, честно говорю. Вы можете это сделать все на ночь. Тоже, вот как сырники, как крылья, которые маринуются. Это можно все с вечера приготовить. И пусть оно там себе маринуется. Так, теперь я беру емкость, в которой буду жарить. То есть делать фритюр. Фритюр это та кастрюлька моя чугунная, которая хорошо нагревается. У меня специально такая есть старенькая кастрюлька для фритюра. Не пугайтесь, вот она зажаренная, да, она вот такая вот зажаренная, она уже не отмывается. Это специальный чугунный казанок для фритюра. Я думаю, в каждой хозяйке такая кастрюлька или казаночек есть. И сейчас наливаем растительного масла, рафинированного, так, чтобы, вот когда вы бросаете крылышко, вот лежа, оно полностью было покрыто растительным маслом кипящим. То есть где-то 3-4 сантиметра в высоту должно быть в кастрюльке масла. Пока нагревается масло, давайте запанируем курочку сухой панировки. Здесь у нас, вспоминайте, как я вас учила, эффект одной чистой руки. Одной рукой вот вы перемешиваете, хорошенечко на курочку набираете эту влагу, бросаете в панировку. И второй рукой, чтобы не было комков у вас на вашей курочке, панируете сухой рукой. Эта рука в мокром. Вообще, кафе-сик или кафе-с, они вот первую панировку сделали, потом ее так через сито оббивают в холодную воду. И вторая панировка. Ну, мне что-то не хочется делать, вторую панировку в холодной воде. Мы последнее сделаем вот той жидкости, запанируем, двойной кляр сделаем. Так, и поехали дальше. Конечно, вижу, что у меня здесь хлопьев у Витаски было больше, но ничего. Как вообще без хлопьев. Ой, так перчиком пахнет хорошо. И вот так. Панируем. Видите, у меня чистая эта рука, ничего у нас не налипает. Вот так, когда вы делаете панировку влажную, кляр, вот так вот и делаете. У вас хорошо получится. Да, у меня такие, конечно, крыльев не будет, как у Витасика с хлопьем, но ничего страшного. Так. Посмотрим, что у нас получится с двойной панировки. Вообще, честно говоря, этот фастфуд, он вкусный, горячий. Поэтому сразу не стоит все выжаривать крылья. Потому что... И смотрите по... Вот сейчас я сделаю то, что я вам говорила. Смотрите. Вот я беру, беру это крылышко, бросаю сюда. Панирую. Теперь оббиваю. И у меня вот здесь есть жидкость. Смотрите, видите, я сюда в эту жидкость отправляю. Еще раз. Не в воде, а в этой жидкости она холодная. И отправляю еще раз в панировку. Вот так. Вот это будет двойная панировка. Посмотрим, что у нас получится. Ну, видно сразу, что ножка такая стала у нас ароматная. Ну, давайте еще сделаем одну. Первую сейчас с двойной панировкой пожарим. Посмотрим, потом ту. Видите, нету никаких. А здесь у вас ручка уже вся, как говорится, в соусе. Поэтому не страшно. Вот так. Все. И сразу много не надо панировать, потому что на этом разносе они будут отсыревать. Сейчас прогреется масло. Видите, вот смотрите, эта рука у меня грязная. Представляете, если бы это рукой сюда. Это было бы такие балабели. А так у меня рука эта чистая сравнительно. Все. Ждем масло. Проверим, что у нас тут с маслом. О, нагрелось. Подносим поближе. Запанированные наши. И бросаем, чтобы они там, знаете, не варились, а обжаривались. Вот по моей кастрюльке три штуки будет достаточно. И обжариваем. Видите, тут чуть-чуть выглядывает. А так полностью крыло покрыто в масло. Вот так вот переворачивайте, прокручивайте. Или обливайте, как мы с вами чебуреки жарили. Потому что, кроме того, что у нас зарумянится панировка, сами крылья внутри должны приготовиться. Поэтому мы должны их... Вот по этим крыльям, вот по этим высоким, можно чуть больше масла налить. Но, я думаю, что хватит. Так, я открою немножко дверь, чтобы вытягивало. Потому что жир этот, запах от пирожки жарится, когда чувствуется везде. И вот крутите, крутите их вот так, чтобы они обжаривались хорошенько внутри. Чуть газ уберите, где-то на среднем огне. Потому что они моментально на большом огне станут коричневые, а внутри они у вас будут сырыми, особенно возле кости. Поэтому прокручивайте и регулируйте температурой огня. Ну все, как обжарю покажу. Так, достаточно. Я не хочу сильно много их обжарить. И вот, смотрите, я сито приготовила на сито. Я еще немножечко отправлю их в духовку. Но, зачем на сито перед духовкой? Чтобы не было жира. Потому что, если будет жир, они в жиру будут просто вариться, а не обжариваться. Поэтому я отправляю их на сито. Так, и дальше. Раз, два, три. Я вам скажу, четыре. Четыре фаланги можно бросить. Так. Все, средний огонь. И обжариваются. Не надо нам делать их черными. Для того, чтобы 100% они внутри приготовились, мы их немножечко подержим в духовке. Вот они, смотрите, какие красавчики, да? Это двойная панировка. А это? А, это вот две двойной, а это одинарную. Чуть-чуть отличается. Так, все. Пусть этот жир стекает. Потом отправим в духовку. А здесь, не отходя, переворачиваете. Чуть-чуть можете добавить огня, когда добавили крылья, потому что температура упала. А потом немножко убавите. Все. Мне этих пока хватит. Я эту корочку закрою. И в течение дня буду вот так вот горячим обжаривать. Потому что если я сейчас все сразу приготовлю, то оно будет невкусное. Это все-таки фастфуд, и он свежий вкусный. В холодильник. И панировочку накрыли пленочкой, пусть она стоит. Ничего с ней не случится. Миску, вот это, вернее, блюдо, мыть или не мыть, да не мойте пока. Вы же не через год будете готовить, правда? Так, включите духовочку, пусть она у вас нагревается. Просто никто не говорит, Вот если крылышки, то кафоси или кафоси подают прямо вот так после жира. А если вот там есть четвертинки, подают ноги, то все доводят в духовке, потому что возле кафоси будет сукровица. А это не годится. Поэтому я тоже буду доводить крылышки в духовке. Вот обжариваем, обжариваем, делаем корочку, и потом минут на 10 180 градусов. 180-200 градусов разогрею. Так, а где я приготовила гусь? Я прямо на своей тоже старенькой сковородочке. Вот смотрите, они стали у нас такие сухенькие. Смотрите, выкладываем. Жира лишнего нету. Видите, на сетке. И переворачиваем. Масло такое, какого-то кралового цвета, я даже не знаю, ну, паприка отходит. Ну, сначала оно сильно шипит, ну, возле мяса шипит, потому что много влаги, а потом меньше, меньше, меньше. Ну, я на виду пузырика. Сейчас вот приближу, чтобы вы посмотрели. Видите? Так, я думаю, можно уже вынимать. Не надо сильно зажаривать. И это масло оставьте, пока полностью не выжарите все крылья. Ну, если у вас семья, то тех крыльев, которые у меня, там сколько, 500 граммов, то этого достаточно. Но сама же я не съем столько крыльев. Вдруг кто-то ко мне придет. Вот вечером придет Максимечка, я пожарю. Так, все. Очень быстро. Все это я выключила, пусть остывает. Сейчас эти крылья стекут. Вот масло. Сюда в сковородку. Как они у нас тут? Отлично, уже можно зажать. Он капает, видите, жир. Так, все. Вот эти крылья отправляю в духовку. 180 градусов. Включу обдув. Если нет, то ничего страшного. Вверх-вниз включайте. И все. Пусть дойдут хотя бы минут 10 в духовке, чтобы они не были сырыми внутри. Как обжариваются крылья, мы должны сделать тарелку для презентации. Проще проще. Опять-таки, зеленого ничего нет. Я взяла огурец. Я вам уже показывала. Экономкой сняла 3 слайса. Накрутила вот такие вот роллы. Немножко перцем присыпала. И у меня есть кетчуп. Я специально покупала из халапеньо. Вот такой вот кетчуп. Любой можете. Любой соус. Можете сами сделать. Ложка. И кисточкой растянула. Все. Вот такой обычной кисточкой. Получается вот такая у вас тарелка. Сюда мы выкладываем крылья. И все. Проще простого. Просто. Но все равно это не так уже просто, что знаете, как крылья кучей наложил. Пожалуйста, кучей. Что-то в этом есть. Ждем крылья. Ну что, вытаскиваем крылья. Не надо их долго держать. 10 минут будет достаточно. Вот эти они сухенькие, хорошие. Так. И сейчас немножечко остынут. Потому что горячие. Я же не смогу такие кушать. И мы будем их пробовать. Ну что, хватит уже разговаривать. Давайте будем пробовать. Давайте будем пробовать. Это двойная. Ой, горячая, конечно. Смотрите. Видите? Никакой сукровицы. Ой, ой. Сейчас это вспомнилось мне. Кирил. Какие они вкусные. На этом крылье не такая панировка. Вот двойная панировка. Сейчас мы ее попробуем. А, горячая. Очень горячая. Но самое главное, что нету крови. Вот двойная панировочка. Ух, как вымазала скетчуп. Сейчас попробуем. Прустит. Очень вкусно, ребята. Двойная панировка намного лучше, чем одинарная. Следующую партию пожарю двойной. Тоже, смотрите. Никакой сукровицы нету. Мясо белое. Шикарно. Ой, правда, печет горячо в руки. И печет, потому что здесь очень много перца чили. Да, фастфуд, он вреден. Фритюр вреден. Но, мои хорошие, вы же не будете готовить это каждый день. Если вы приготовите такое блюдо раз в месяц, поверьте, вреда вашему здоровью оно не принесет. Ну, что я хочу сказать. Мне нравится. Я знала, что такое получится. Самое главное, доведите в духовочке, чтобы оно не было сырым у вас возле кости. Потому что сырое мясо кушать нельзя категорически. Все, мои хорошие. Если вам понравилось видео, приготовьте. Подписывайтесь, кто не подписался. Я вас всех люблю и жду у себя на канале. Пока. Дорогие мои, еще попрощаться хочу в другом месте. Смотрите, кушается руками. Какая вкуснятина. Смотрите, одни косточки. Беленькие. Почему я еще раз продолжила это видео? Пожалуйста, доводите крылья в духовке. Потому что во фритюре, чтобы они имели красивый цвет, они никогда у вас внутри не прожарятся. Поэтому в духовке доводите, и вы видите, что косточки все прекрасные, беленькие. Нигде крови нет. Смотрите, раз, два, три. Да, четвертый кусок я еще взяла, съела. Очень вкусно. И хочу еще сказать. Я купила, я знаю, как я в Киеве была, покупала эти крылья. Шесть штук стоили. Шесть гривен. Шесть штук. И картошечка маленькая. Здесь же я купила почти килограмм. Килограмм стоит 42 гривна. Вот и считайте, выгодно или не выгодно. Но не увлекайтесь фастфудом. У нас есть много прекрасных видео, прекрасных блюд, которые готовьте. Но и это блюдо имеет, как говорится, место в нашей кулинарной книжке. Все. Теперь все, мои хорошие. Будьте здоровы.